Мы с вами начинаем изучать курс «Теория баз данных». Сегодняшняя наша тема — это вводное занятие, это ведение и концепция баз данных. Мы рассмотрим историю развития баз данных и основные понятия, связанные с базами данных. В истории вычислительной техники можно проследить развитие двух основных областей ее использования. Первая область — это применение вычислительной техники для выполнения численных расчетов, которые слишком долго или вообще невозможно производить вручную. Развитие этой области способствовало идентификации методов численного решения сложных математических задач, появлению языков программирования, становлению обратной связи с разработчиками новых архитектур ЭВМ. Характерной особенностью данной области применения техники является наличие сложных алгоритмов обработки которые применяются простым по структуре данных, объем которых сравнительно не велик. Вторая область — это использование средств вычислительной техники в автоматических или автоматизированных информационных системах. Такие системы предназначены для надежного хранения информации, для выполнения специфических преобразований информации и вычисления для конкретного приложения, для предоставления пользователям удобного и легко осваиваемого интерфейса. Обычно такие системы работают с большими объемами информации, которые имеют достаточно сложную структуру. Классическими примерами являются банковские системы, автоматизированная система управления предприятием, системы резервирования на движение дорожных билетов, ну и так далее. Вторая область вычислительной техники, применения вычислительной техники, возникла несколько позже первой. Это связано с тем, что на заре становления развития вычислительной техники возможности компьютеров по хранению информации были очень ограничены. А если учитывать, что паник был очень дорогой, информацию можно было хранить не только в оперативке, но и на внешних носителях. На первых этапах развития техники и языков программирования это практически было невозможно. Тем не менее, при изучении языков программирования вы создавали небольшие базы данных через такую структуру, как файлы. Например, вы создавали файлы, хранящие информацию о студентах. Вот пусть наш файл будет хранить информацию о наименовании проекта, над которым работает студент, фио студента, фамилию руководителя, контактные данные студента, дата начала работы над проектом и дата завершения. Эту информацию вы структуризируете. То есть ваш файл будет содержать информацию в виде структуры, то есть тип стран, состоящей из шести полей. В принципе, если вы создаете такую программу, эта программа имеет право на существование, имеет право на жизнь, при условии, что данные небольшие и простые по структуре, как данный пример. Но даже для такого примера представьте ситуацию, когда ваша база хранит информацию не о пяти студентах, а о 50 тысячах студентах. Какие могут возникнуть проблемы? Это проблема противоречивости, которая возникает при редактировании и по удалении данных. К примеру, я поменяла, вернее, студент изменил номер телефона, а этот студент занимается не над одним проектом, а работать с несколькими проектами, при этом информация не отсортирована. Тогда, чтобы наш файл был актуальным, мне придется просмотреть все данные от начала до конца, и в каждой строке, где встречается данная фамилия студента, необходимо будет поменять номер телефона. Это, в свою очередь, может привести к ошибкам или опечаткам. То есть это возникает проблема несовместимости. Более того, ошибки-опечатки могут возникнуть при вводе данных. И если студент занимается над несколькими проектами, ну, вдруг произошла опечатка при вводе данных, фил студента, то может у пользователя возникнуть такой вопрос. Это один и тот же студент, который занимается над разными проектами, это или разные студенты. И они работают над разными проектами. Могут возникнуть проблемы совместного использования данных. То есть если я, как руководитель, не хочу, чтобы кто-то другой видел контактные данные моего студента. Раз. То есть проблема конфиденциальности. Проблема изменения данных. То есть, к примеру, вашим файлом или вашей базой данных пользуются следующие кайпики и кайпфаку. Проектор по научной работе. Если вдруг изменили условно дату завершения проекта, то придется менять эту информацию в каждом, либо в файле и заново передавать файл всем пользователям, либо ходить к каждому пользователю и менять эту информацию на местах. Все это привело к тому, что необходимо было такое программное обеспечение, которое бы позволило данные проблемы нивелировать. Таким программным обеспечением явилась база данных. Базы данных в своем развитии прошли четыре этапа. Но нельзя сказать, что это этапы жесткие. Первый, второй, третий. Они параллельно развивались, разные базы данных. Поэтому говорят про четыре этапа. Но следует иметь в виду, что переход между ними осуществлялся плавно. Первое СОБД было разработано в 1968 году. Это первый этап развития базы данных. Чем он характеризуется? Базы данных были организованы на больших машинах, на больших ВМ. Большие ВМ, как известно, они были недоступны пользователям. Поэтому, скажем так, данные базы были централизованы. База данных хранилась на больших ВМ. С помощью операционных систем все пользователи обращались непосредственно к этой базе данных. Еще раз, база данных была централизованная, а клиенты пользовались через возможности операционной системы. Особенности этого этапа развития. Ну, как мы сказали, все базы базируются на мощных мультипрограммных операционных системах, поэтому поддерживается работа централизованной базы данных в режиме распределенного доступа. Функции управления распределением ресурсов в основном осуществляются операционной системой. Поддерживаются языки низкого уровня манипулирования данными, ориентированные на навигационные методы доступа к данным. Про навигационный и революционный метод доступа к данным мы рассмотрим позже в следующих лицах. Отводится значительная роль администрированию данных. Параллельно с этим проводятся серьезные работы по обоснованию и формализации революционной модели данных. Создается первая система, реализующая идеологию революционной модели данных. О моделях данных мы также рассмотрим в последующих эллигиях. Проводятся теоретические работы по оптимизации запросов и управлению распределенных доступом в централизованной базе данных. И на одном понятие транзакции. Транзакция это такой механизм, который переводит базу данных из одного непротиворечивого состояния в другое непротиворечивое состояние. К примеру, если с базой данных работают три пользователя, они находятся в разных концах города, либо здания, либо даже корпуса. и я как пользователь, один из пользователей изменила данные, значит, все мои изменения должны быть сохранены, то есть должна произойти транзакция, и эти изменения должны одновременно увидеть все остальные пользователи, чтобы они работали с актуальными данными. Появляются первые языки высокого уровня для работы с реликционной моделью данных. Второй этап развития баз данных он связан с появлением персональных компьютеров. Как известно, в 1981 году было объявлено о открытой архитектуре ЭВМ. Данная открытая архитектура позволила сделать компьютеры ЭВМ более доступными основной массе пользователей. И базы данных, ориентированные на настольные персональные компьютеры, они характеризуются тем, что и база данных, и само приложение, которым пользуется пользователь человек, они все находятся в одном месте, все находятся на одном персональном компьютере. Это, конечно, плюс, но есть минусы какие. Появляется очень много баз данных однодневных, то есть каждый, кто может писать программы, пытается создать свою базу данных. Эти базы данных могут быть корректными, могут быть некорректными, и появляются такие базы однодневки. Чем характеризуется этот этап развития? Все СУБД рассчитаны на создание баз данных с монопольным доступом. как мы до этого говорили. Все находится в одном месте. Большинство СУБД имеют развитый удобный пользовательский интерфейс, то есть имеется интерактивный режим работы с базой данных, как в рамках описания базы данных, так и в рамках проектирования запросов. СУБД предлагают развитые и удобные инструментарии для разработки готовых приложений без программирования инструментария. Инструментальная среда состоит из готовых элементов приложения в виде шаблонов, экранных форм, отчетов, этикетов, графических конструкторов запросов, которые достаточно просто можно собрать в единый комплекс, ну, на примере Аксесса. Во всех настольных СУБД поддерживается только внешний уровень представления революционной модели, т.е. внешний табличный вид структурных данных. При наличии высокоуровневых языков манипулирования данными на стольных СУБД поддерживается низкоуровневые языки манипулирования, т.е. манипулирование на уровне строк. На стольных СУБД отсутствуют средства поддержки ссылочной и структуры целостности базы данных. Наличие монопольного режима работы фактически привело к вырождению функции администрирования базы данных и в связи с этим к отсутствию инструментальных средств администрирования базы данных. Ну и еще одна особенность это сравнительно скромные требования к аппаратному обеспечению со стороны настольных СУБД. то есть это конечно большой плюс и плюс был использован для дальнейшего развития СУБД. Следующий этап развития баз данных он связан с развитием локальных сетей. То есть базы задачи увеличились, объем данных увеличился, появились локальные сети и все привело к тому, что базы данных стали вновь храниться в одном месте централизованно. Как говорится, история развивается по спирали. Мы от централизованных баз данных перешли к монопольным, от монопольных опять переходим к централизованным. Но здесь особенности немножко другие. В чем они заключаются? они эти распределенные базы данных или что называют клиентсерпельные базы данных обеспечивают поддержку полной реализационной модели. То есть полная реализационная модель включает структурную целостность, языковую целостность, ссылочную целостность. Об этих целостях мы также рассмотрим чуть позже. большинство современных СУБД рассчитано на многоплатформенную архитектуру, то есть они могут работать на компьютерах с разной архитектурой и под разными операционными системами. При этом для пользователей доступ к данным, управляемым СУБД на разных платформах практически не различен. Необходимость поддержки многопользовательской работы с базой данных и возможность децентрализованного хранения данных потребовала развития средств администрирования баз данных, реализации общей концерты средств защиты данных. То есть на данном этапе возникло такое направление как защита баз данных. Возникла потребность в новых реализациях оптимизации распределенных баз данных, работы с распределенными транзакциями и запросами, то есть база данных также перешли в коммерческие базы данных. Параллельно начала развиваться концепция объектно-ориентированных баз данных. Четвертый этап это этап связан с технологией доступа к данным через интернет. Особенность теперь нет необходимости использования специального клиентского программного обеспечения, то есть любой пользователь может обратиться к такой базе данных, если у него есть выход на это. Работа с базой осуществляется через стандартные браузеры. Но основные понятия, с которыми мы будем постоянно сталкиваться, это система баз данных, сама база данных и система управления базами данных. Термины база данных и система управления базами данных встречаются везде в любой литературе, а вот система баз данных это термин, который используется в англоязычной литературе для определения человека-машины системы, включающих базу данных, СУБД, оборудование и персонал. Если мы будем рассматривать компоненты системы баз данных, то это информационный компонент, непосредственно информация о предметной области, структуры. Это организационные методические средства, это СУБД, которые включают программные средства и языковые средства, технические средства и администраторов банка данных и в областях. Информационные компоненты, еще раз думаю, это информация, структурированная информация о конкретной предметной области. То есть если это база данных, учебный процесс, значит это вся информация, которая касается учебного процесса. Языковые средства, это языки описания данных. К языкам описания данных относятся языки описания схем, подсхемы, языки описания хранимых данных. Это языки манипулирования данными, которые могут быть как процедурными, так и декларативными. Базовый язык. Со всеми языками описания данных, манипулирования данных мы также будем знакомиться более подробно. К языковым средствам относятся аналитические средства, табличные средства запросов, графические средства. Помимо языковых средств есть программные средства. Это программная составляющая, ядро СУБД, трансляторы, утилиты, генераторы форм, отчетов, операционные системы, которые непосредственно управляют работой, прикладные программы, либо программы клиентов. Программная составляющая содержит ядро базы данных, имеются библиотеки процессоров, библиотеки процессоров, вернее, содержит генераторы форм. Это на Visual Studio Sharp у вас было, да? Мы создавали генераторы форм. Это генераторы отчетов, это обработчики запросов. Ну и по схеме все остальное вы можете самостоятельно рассмотреть. Техническим средствам относятся непосредственно компьютер, средства хранения данных, ввод, отображение, коммуникационные средства, если у нас не локальные базы данных. То есть любая база данных предназначена для хранения данных, для ввода, вывода и обработки этих данных. Организационные методические средства, к ним мы относим инструкции, методические репометрирующие материалы для работы с базой данных. Это и инструкции по разработке анализа предметной области базы данных. По разработке структуры базы данных. Итого, мы с вами познакомились с основными понятиями базы данных, но мы их конкретно не рассматривали, мы лишь сказали, что есть такие понятия, как базы данных, системы управления базами данных и системы баз данных. Еще раз, любая база данных должна обеспечивать хранение, обработку, ввод и вывод данных. К тому же, мы сказали, что развитие баз данных зависело как от возможностей вычислительной техники, так и от решаемых задач. Чем больше была задача, чем сложнее были структуры данных, которые она обрабатывала, чем больше было этих данных, тем изменялась сама структура базы данных. На экране вы видите вопросы для закрепления, на которые вы должны ответить. Список используемой литературы. Полный список у вас имеется в Селабусе. Помимо этого, вы можете использовать литературу, которая имеется у вас. Данный курс, база данных, он классический курс, поэтому, в принципе, проблем с литературой, я думаю, не будет. Продолжение следует...